Нинчань, привет. Бонжур. Смотрю, у тебя на столе стоит здоровенная заготовка алюмишки. Да, абсолютно верно. Ты еще говоришь, что хочешь видос записать? Да, будем плодировать зеркало. Видос пишется, заготовки крутятся, значит, параболические зеркала мутятся. А что за зеркало такое? Зеркало хитрой формы, которая будет отражать высокочастотные волны лазерные. Его даже так самого и не видно, можно вот в соли его посмотреть. Парня такого симпатичного. Похоже на таблеточку, и вот она такой хитрой формы. С углублением. Вот, значит, его мы в... Пираболическое зеркало нам нужно для того, чтобы собирать пучок света в одну точку. А, ну да. Но опять же, это же чертил человек компетентный, не я. То есть, как бы, это меня просто попросили изготовить. Люди сказали, как меня, нас попросили изготовить. Это же с LifeExprat, наша целая команда. Значит, вот, импортировали мы ее в мастеркам. Что мы будем делать? Сначала ее немножечко торцую. По идее, должна идти бодро, но учитывая, как бы, характеристики нашего станка, мы лучше, как бы, да, буквально. На самом деле, согласись, что это все интересно, но не очень. Давай уже пойдем к станку и уже заготовочку, погнали в федерал. Тогда просто грубый обзор, грубый обзор. Грубый обзор хочет? Да. 20% у нас перекрытие на торцовку. Почему? Потому что снимаем очень маленький слойчик. Дальше у нас что идет? У нас идет черновая, как раз той же самой 12, 12. Что мы будем делать? 6 миллиметров снимать мясо с собственного зеркала. И потом, что у нас идет? Предчастовая уже сферой, вот у меня здесь не стали бежала, уже отнес. Сфера четверка. К сожалению, больше нету, да, больше. В принципе, да, в случае не надо. Сферой четвертой выкатаем. Три десяточки. А потом, значит, уже будем одну соточку идти. Ну, не полировать, конечно, но что-то около того. Чистовую обработку делать. Типа того. Вот по предварительным данным программа у нас будет занимать час. Соответственно, с передчистовой, пока что без чистовой. Для чистовой даже не писал, что я как бы здраво оцениваю вероятность успеха. Сейчас еще посмотрим, 10 раз перепишем, наверное, перед тем, как начать. Ну все, парк, поехали. Поехали. Продолжение следует... Вот мы и сам наш кран включаем. Абсолютно верно. Околоколхозном режиме мы привязали, ну, значит, установили нашу заготовку в токарный кулачковый патрон. Его просто потянули к столу. Ну, чем богаты, тем мы рады. Это... Нет, абсолютно, абсолютно. Это девиз нашего производства. Ну вот, короче, все здесь закрепили. Сейчас будем привязывать инструмент, привязывать систему координат. Так как у меня нет щупа, я буду делать это концевыми мерами длины. Я соберу отдельный инструмент и зажму фрезу обратной стороной, чтобы у меня был на цилиндр такой, вместо щупа из патрона торчал. И я вот попробую этим цилиндром привязаться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что? Успешно прошла черновая обработка, хотя звучала она... Мое почтение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы уже видели, что получилось. Я даже видел это прекрасно. Вышло нечто замечательное. А сейчас мы запустим чистовую обработку с лирической фрезой. И она будет кататься там 48 минут. И это даже будет не чистовая, а предчистовая. Перекрытие 4 десятых. 48 минут она будет кататься. Иии... Что я хочу сказать? Хочу сказать, что даже, при том, что это еще даже не чистовая обработка, занимает место... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Занимает место, она, мое почтение, полтора мегабайта. Казалось бы, не очень много. Но вот этот вот парень, он так не считает. Он считает, что полтора мегабайта это ровно в два раза больше, чем он может себя поглотить. И... Снимаем фаску с лирической фрезой. Казалось бы. Ничего революционного, да? Фас, так сказать. Но... Ну, неочевидный момент. Ну, неочевидный, да, момент. Потому что... Ну, не может быть не для всех, а для тебя будет ничего. Для меня сто-пудово неочевидный. Всё. Но это надо гнать, да, покажи. Надо гнать. Поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 И вообще, на самом деле, я думал, что я сейчас побыстренькому ее натру минут 15, и даже перчатки не стал надевать. Вот, для Артем заметил, что вообще-то полировать лучше в перчатках, и пришлось полировать мне, наверное, часа три, и сколько это было, приблизительно, по ощущениям. Ну, по ощущениям, да, около трех. Ну, около трех часов, короче, в итоге мне пришлось полировать, и вот моя начальная стратегия с натиранием его как блюдечка оказалась проигрышной. Почему? Потому что вот я его натер 600-800-1000-1500, но так внимательно смотрю, а оно все истарапано, как будто бы, я не знаю, окошки скреплись. И поэтому я в итоге его отполировал по стратегии Влада Розова. Значит, я его перед собой положил на столе, зафиксировал. Кстати, я подниму, подложил тоже шкурку, просто чтобы она не ерзала. Вот я его зафиксировал и взял самую крупнозернистую шкурку, то есть, на меня это 600, и стал тереть от себя на себя, от себя на себя. Вот так вот ее тер, 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 с маслом. То есть, капал масло, тер, 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 тер. И сколько же ты тер? Немного протирал, много тер. Потом снова тер, 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 и очищал от масла, и смотрел. То есть, первый наш враг – это следы от фрезы. Следы от фрезы шли вот так вот, то есть, от границы параболы, какая граница параболы. Значит, первый раз, когда я тер, я тер шкуркой вот так, следы от фрезы идут вот по горизонтали. Значит, я его положил перед собой и тер вот так вот по вертикали. Значит, я протер тряпочкой и смотрю. Если остались горизонтальные следы, но от фрезы их легко заметить, значит, я в каких-то местах не дотер. И в этих местах я еще вертикально прошелся. В чем фишка именно вертикально ходить? В том, что в следующий раз, в следующую шкурку, которую я возьму, я зеркало подниму, поверну на 90 градусов, положу снова перед собой и снова буду тереть от себя и на себя. И когда я сотру, когда я сотру кашу и руки в кровь, да, когда кашу я сотру с зеркала, там будет не совсем понятно, это следы от тысячной шкурки или от 800-й, или тему. Если следы направлены горизонтально, значит, это следы от предыдущей обработки, значит, их обязательно затереть. И все. И вот по такой стратегии у меня хорошо получилось. И, ну вот, если вы внимательно посмотрели. Здесь в итоге видны следы. Все-таки остались царапины. Они вот все в одном направлении от шкуры 2500. Они остались, потому что больше, чем 2500 у меня просто ничего не было. По идее, надо было пасты использовать. Сначала пасту 1800, потом 3500, потом 12000, но у меня есть только паста Гоев и там какая-то Polish Wax American, 4 микрона, по-моему. Поэтому оно получилось хорошо отражающе, но царапины на нем видны. Опять же, получилось значительно лучше, чем если бы я просто пастой его прошел. И даже значительно лучше, чем если бы я просто снял следы от фрезы и прошел. Ну, то есть, трем чисто визуально, без каких-то временных показателей, просто трем? А временного не может быть показателя. Здесь же еще форму очень лишает. Вот зеркальце, ну, его легко натирать просто вперед-назад. А если геометрия какая-то пространственная фигура, там вообще не разобрать. Там, ну, тоже трешь, 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 там камушком удобно тереть маленьким. Ну, вот я тер-тер-тер-тер-тер. Смотришь на царапины, царапины, которые под углом. Вот. И фаски. Обязательно снимайте фаски, пацаны. Даже если смена инструмента занимает очень много времени, как у меня на станке Анетова. Есть автосмен, она не включена. Фаски решают. Вот прям даже если ты очень много потом шкурка берешь, фаска даже вот на отполированной детали, все равно видно. И она так приятная. Интерфейский, фаска, фаски, 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 фаски. Слушай, а у тебя на царапе написано Росатом. Что вообще... Я... было дело. Откуда брал? Ты убил Росатом, а целью что произошло? Вы не поверите. Росатом мне ее выдал добровольно. О боже мой. Ты прям какие-то научные штуки презируешь. Спецовка у тебя Росатом. Еще можно подумать, что ты еще и работаешь в научно-исследовательском ядерном университете. Я понял, я понял. Ладно, сейчас. Спокойно, не позори. Не позори на одно институт. Нет, я ни в коем случае. Я его люблю, обожаю. Вдруг однажды эту запись увидит, кто-то кроме Матвея, и люди поймут, что... У нас будет два подписчика. Даже если два подписчика, то люди подумают, что блин... Об этом я могу только мечтать. В современных институтах работают школьники старых дерьмов в китайских станках. И на самом деле, это еще, мне кажется, даже не самый плохой. Конечно, не самый плохой. Что бывает, что они работают, не школьники. И не до останковых школьников.